Вода из этих труб идёт сразу в несколько домов посёлка. Вот только страдают из-за них жители одного дома. А всё из-за постоянных порывов у себя в подвале. Магистральный трубопровод люди просят вывести за пределы пятиэтажки уже несколько лет. И вот, наконец, в мае 2018 года коммунальщики пообещали, трубы уберут из подвала. С тех пор прошло три месяца, а работы так и не начались. Говорят так, если мы землю не переведём в муниципальную, где они будут проводить вот эти трубы, то госэкспертиза нам не подпишет разрешение на работу. Говорят, нет практики такой, чтобы собственники перевели муниципальную собственность землю. Придомовую. Да, придомовую. Но собственники уверяют, за безвозмездную передачу придомовой территории муниципалам они проголосовали на общем собрании ещё в марте этого года. Тогда жители пятиэтажки страдали от порывов особенно часто. В результате в доме стало влажно, в квартирах на первых этажах вздулись полы. Ну и самое страшное, из-за сырости покосилась несущая стена. Теперь люди боятся, что она может рухнуть. Эта транзитная труба, горячая вода, она вся решето. То есть там уже 18 хомутов было, ещё два поставили, уже 20 хомутов. И эти, естественно, утечки. Тогда местные коммунальщики заявляли жителям, что текут не трубы. Подвал дома просто находится в низине. И сырость здесь из-за грунтовых вод. Но независимые эксперты провели оценку и установили. Обеспечить безаварийную эксплуатацию жилого здания можно только после вывода магистрального трубопровода из подвала. Почему такие работы до сих пор не начались? Этот вопрос мы сдаём руководителю МУМП ЖКХ. Идёт процесс согласования, отвечает Вячеслав Тимофеенко. Финансирование на эти работы якобы уже есть. Идёт обсуждение всех структурных организаций, которые будут проходить данный проект. Согласование с ними, все условия, чтобы мы определили. Лежит коммерческие предложения с проектной организацией, сколько будет стоить проектирование. Сейчас идём с госструктурами, разговариваем, ведём с геологией. У нас заключен договор уже на геологическое изыскание данной земли. Поэтому мы ждём именно конкретных результатов от государственной структуры. Почему-то все забывают, что есть коммунальный сервитут. Коммунальный сервитут позволяет по земле проводить коммуникации, если они служат для блага дома, а тем более нескольких домов. То есть никто об этом почему-то не упоминает. Я прошу ещё раз внимательно вглядеться в эту ситуацию и госэкспертизу Владимирскую, и кадастровую учётную палату, то есть что у нас ситуация патовая. Нам нужно в срочном порядке этот трубопровод вынести и оформить документы. Поселковые власти обещают, на следующей неделе они получат ответы от всех задействованных в этом вопросе структур. После этого и будет понимание, как вынести транзитные коммуникации за пределы подвала. А главное, когда. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.